Кто служил в армии, похлопайте? О, смотрите-ка. Это, бля, 700 человек, блядь. У вас война намечается, ребят. Мне обидно, я еще раз говорю, мне просто обидно. Я 10 лет провел в армии, знаете, и у меня такое ощущение, что я, блядь, за кого-то из вас служил 5 раз, блядь. Задержался. Задержался. У меня вообще уникальная ситуация, знаете, я пришел в армию, когда мне было 18, а ушел из нее, когда мне было 27. То есть я вот единственный в мире дебил, который косил от армии в армии, блядь. Так что не предъявляйте ко мне больших требований, понятно, если я вдруг глякаю. Немного я не одуплил вообще информацию, что происходит. Но просто меня очень жестко воспитывал у бати. У меня есть батек, и он меня так жестко воспитывал, что он меня прям жестко воспитывал. Я не представляю, я вот не знаю, мне кажется, вот сейчас всем, вот, блядь, губернатор с Калининского края не хватает моего батька. Он бы ему там все объяснил бы, блядь. И батя у меня не церемонился. Я говорю, он меня так жестко воспитывал, что я поэтому, наверное, в армию ушел, понимаете, потому что там было чуть полегче, блядь, вообще. Я думал, блядь, куда угодно вообще, что, блядь. Проходил мимо военкомата, мне говорят, сюда. Я говорю, там батя будет? Нет, давайте, блядь. Жестко воспитывал батя. Сейчас я понимаю, что это он все делал для меня. Для меня он сейчас самый крутой чувак в мире вообще, понимаете? Но вот я понимаю, что вот все, что он делал, и вот все, что я сейчас добился, это вот благодаря тому, как он меня воспитывал. Но вот тогда, в пять лет, я этого не понимал, блядь. Спасибо, моя семья. Тут просто всех воспитывали в толерантности, знаете. Я вот думаю, сейчас такое общество, блядь, вот всем не хватает моего батя, знаете. Особенно вот этим, которые говорят, детей нельзя бить. Нельзя бить детей, блядь, нельзя. Знаете, стоят в таких, блядь, коротких джинсах, у них розовые носки, блядь, нельзя бить детей. Нельзя. У них бабочка, блядь, усы, как у Николая Второго. Нельзя бить детей. Нельзя. А он должен сам решить, кто он. И жопу, блядь, кого-то кленчика. Должен сам решить, кто он, блядь. Вот. Должен сам решить, мужик или баба. А кто такой мужик, я не знаю, блядь. Что-то переходное между бабой. И в пять лет я не одуплял. В пять лет, он вообще не церемонился, понимаете. Не было такой херни, что он там со мной разговаривал, обнимал, целовал, нет, блядь. Он меня даже не обнимал, понимаете. Вот, а когда обнимал, я думал, что он хочет меня задушить. Вот и все, блядь, блядь. Жесткие условия были, вообще. Сейчас все говорят, нельзя курить дома, блядь, нельзя, надо выходить на балкон, дети, блядь, нюхают его. Мой батя вообще, он курил дома, блядь. И это сейчас есть сигареты с фильтром, угольным фильтром, тонкие. Он херачил космос, блядь. Когда они видели фильтр космоса, это просто бумага, блядь, вот такая. Это туалетная, реально, туалетная бумага. Он дома курил, понимаете. У нас был туалет раздельный с ванной. Вот он курил в туалете, не закрывая, блядь, двери. И он мне так жестко, он мне херачил вообще по поводу бесповода, серьезно. Я вот четыре получал, мне прилетало, блядь. Хотя у меня батек сам из села Петровка, понимаете, там, блядь. Он не особо что понимал в математике, но вот он... Я переписывал домашнее задание по математике девять раз. Девять раз. За то, что он неправильно поставил запятую, блядь. Дважды два, четыре, все правильно. Ну, а где запятая? Я говорю, сейчас поставлю. Переписываем, блядь. Вот я вам клянусь, он так жестко воспитывал. Нельзя так говорить, но что, я уже пережил это. Вот он меня воспитывал, вот мне было пять лет, он меня когда ругал, я заходил сегодня все в комнату и думал, блядь, чтоб ты сдох, просто. Чтоб ты сдох, просто. Я клянусь, я в пять лет надеялся, что я приемный ребенок. Отвечаю. Я мечтал, блядь, найти документы, понимаете. Где сказать, ага, не белый, селиверстов, блядь. Выкусили, я пошел на улицу, блядь. Я отвечаю, но в самые жесткие моменты, когда меня ботек просто лупил, я заходил в комнату и думал, не-не-не, вот чтоб я сдох, блядь. О, я умру, вы пожалеете, блядь. Будут похороны, соберутся люди, будут говорить, какого человека мы потеряли. Немного переоценивал, знаете, смерть пятилетнего ребенка, блядь. Как правило, в такие моменты отец заходил в комнату и говорил, сдохнешь, я тебя убью, понял, блядь. Там было не соскочить вообще. Крутой тип, крутой тип вообще. И я еще раз говорю, вот я думаю, что реально, он меня так воспитал правильно. Я сейчас, я вот привык, блядь, работать, знаете, во всех отношениях. Потому что я вот сегодня, у меня журналистки брали там интервью из автомобильного журнала, я им рассказывал. Реально, я жил, мы жили в Боброве, такой, знаете, захолустный городок в Воронежской области. И у батька была машина, Волга, ГАЗ-3110. О, блядь, ну тут, мое, брутальная тачка была вообще. Мне было лет там 15-16. И все мои сверстники, друзья, товарищи, все там у родителей брали машину, гоняли там по городу и так далее. Я батьку говорил, батя, дай мне машину, дай машину. Говорил, нет. Я говорю, батя, блядь, все ездят, дай мне, тут нет ментов, блядь. Дай машину. Нет. И вот он мне все время говорил, сынок, купишь свою, будешь ездить. Можешь даже мне не давать. По сути, так и получилось. Я недавно купил БМВ, и батя ее не даю, блядь. По одной простой причине. Я бы рад, но у меня автомат, а батя всю жизнь ездил на коробке механической, понимаете. Вот у него была Волга, он там все, блядь, ему надо что-то переключать все время, блядь. Вот он не может просто куда-то ехать, надо. Я, кстати, только сейчас подумал, вот этот Волга, ГАЗ-3110, представляете. Там даже, чтобы переключить вот передачу, надо было перекреститься, блядь. Там не на что надеяться. Я в этом плане... Там не на что надеяться. 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 Продолжение следует...